Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Аутса ТВ. Антропология – одно из самых удивительных и новых явлений для Центральной Азии. Давайте спросим у наших студентов, что они знают об этой науке. Здравствуйте, что такое антропология? Что такое антропология? Антропология – довольно неизвестная наука в Кыргызстане. И, как правило, часто антропология ассоциирует у нас с историей, с археологией, ну или в крайнем случае с физической антропологией, то есть это вот что, строение человека, анатомия человека и так далее. Но на Западе эта наука очень известна. Это очень такая популярная наука на Западе, и очень много довольно людей, которые хотели бы учиться и заниматься антропологией. Что такое антропология? Антропология вообще с греческого переводится как «наука о человеке». Поэтому антропология – очень такая широкая наука, которая охватывает различные виды деятельности человека, включая социальную жизнь человека, фолистическую жизнь человека, культурную, религиозную, языковую. Конечно, физическая антропология тоже является частью антропологии, археология – часть антропологии, да, и многие-многие другие виды деятельности человека. Поэтому, в принципе, все, что связано с человеком, это и является наукой антропологии. Археология – это наука о древности. У нас на территории Кыргызстана археология является частью исторической науки, и в то же время антропологической. В Американском университете в Центральной Азии мы изучаем антропологию как часть антропологии. То есть, в целом, это наука о древностях. Какие древности? Это не только те древности, которые в нашем общем понимании являются достопримечательностями, да. Это то, что люди делали своими руками когда-то, оставляли. Это орудия, это дома, это целые города, целые цивилизации. Так как это плоды рук человека, это часть учения о человеке, в целом, материальная культура человека. Наши студенты каждый год ездят на полевую практику в летнее время. Например, в прошлом году они ездили в Монголию, позапрошлом году в Турцию, а в этом году поедут в Грузию. Они также обучаются всем наукам проведения самостоятельного полевого исследования. И потом наша программа дает им возможность организовать полевое исследование. Часто студенты публикуют свои исследования, участвуют в различных конференциях. Человек, который будет жить в современном мире, в Кыргызстане, его за пределами, любой профессионал должен иметь дело с визуальными вещами, то есть с визуальными технологиями. Уметь, как его использовать в своей работе, использовать его в исследовании, как исследовать различные вопросы культуры, общества, современности, традиций, политические, экономические и социальные проблемы. Новый мир зовет нас, говорит, приходи, участвуй, приходи, изменяй этот мир. Ты не можешь просто так сидеть. Вот тебе интернет, сделай ролик, сними о какой-то проблеме, сними о бездомных, сними ролик о проблемах мукания невест, об алкоголизме или просто о хороших вещах. Сними этот ролик, выложи его в интернет, и ты повлияешь на этот мир. Антропология — это, наверное, такая наука, которая самая интересная, которая преподается у нас в Кыргызстане и во всей Центральной Азии. И это наука не только о прошлом, но это наука будущего. Скорее всего. То есть мы изучаем настоящее, чтобы прогнозировать будущее, исследуем. Вот именно поэтому я выбрала антропологию. Когда я училась в девятом классе в школе, у меня почему-то был такой бзик, я хотела стать этнографом. Да, и то есть я не просто так поступила на антропологию, я уверенно шла именно на эту специальность. Я считаю, этот факультет очень многогранная специальность такая, где каждый человек сможет найти себя. Я выбрала антропологию, потому что я захотела изучать уникальную науку для Кыргызстана и нашего общества. И более того, в детстве, когда я путешествовала по разным странам, я задумывалась, почему люди разных национальностей и культур ведут разный образ жизни. И антропология дала мне понять именно это разнообразие культур. Умение общаться с людьми, потому что антропология, во-первых, учит именно человечество, скорее всего, и общение. И ты, как исследователь, ты не только общаешься с людьми, но ты их и слушаешь, ты их изучаешь и анализируешь. Будучи антропологом, и если ты конкретно занимаешься этой специальностью и все внимаешь, что тебе на парах дают, то в любой другой сфере, в которую ты потом поступишь, ты вспоминаешь эти азы, и ты можешь бреснуть в любой сфере. Также антропология дала возможность пройти практику за границей в Стамбуле и учиться в Германии полгода за рубежом. Также антропология помогла мне понять, что именно я хочу от жизни, потому что мы изучали очень много сфер нашей жизни, такие как экономика, политика, социология. И за эти четыре года я поняла именно, что мне нужно в жизни и чем именно я хочу заниматься. То есть я смогла сфокусироваться и выбрать тот путь, который мне нужен. Приключения. Ворота мира. Вкусно. Честно. Путешествия. История. Наука о тебе. Субтитры установила. Продолжение следует.